Сорян, конечно, но реально капец был какой-то. Не, ну по идее, я всегда считал то, что сюжетку надо давать проходить, даже если ты не юзал второстепенной миссии. Да? И хоть как ты проходишь, ты можешь пройти в второстепенную миссию. Если там какие-то миссии под стелс и прочее, это надо делать второстепенным контентом. А если основной сюжетной канва, да, основной сюжетной канва, она должна быть, как бы, проходима, без проблем. Даже если ты второстепенно на это не проходил, на любой сложность. Так, а где мой, а где мое снаряжение? Так, я даже хз. Я не должен тебе денег, нет? Давай должен. Чего ты хочешь? Денег. Так, стоять. А где, собственно говоря... А, Лидия, ты тут? На, короче, тебе тогда. Я все еще здесь. Тя-тян. Я с радостью понесу твою ношу. Лидия играет на высокой сложности и ноет, что сложно. Вообще-то это было не сложно. До этого квеста. А на этом квесте враги видят спиной и... Убивают тебя за нихер делать. Вообще-то это не высокая сложность. Всего лишь на одну повыше нормальный. Что я хотела дать? А, это она! Фак, я смотрю, что-то не то. На мне все это время не были надеты... Что? Правда? Что-то она не оделась. Показывай дорогу. Хаза, Илья оделась. А, это я уже читал. Ну, тебя хоть не убили. Твои вещи лежат у меня в комнате в полной сохранности, как я и обещала. Не за что. Удалось узнать что-то полезное? Абсолютно много полезного. Например, то, что это квест дерьмо. Правда? Что-то не верится. Это точно? Это точно. Они ищут какого-то Эсберна. Эсберн? Он жив? Или Эсберна. Я думаю, в Талмурце уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя, это значит, что если Талмурцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Чего Талмур хочет от Эсберна? Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся? Эсберн был архивариусом клинков. Одним из нескольких. Прежде чем Талмур сокрушил наш орден во время Великой войны, он проштудировал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда это никого не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. Значит, Талмур полагает, что клинкам известно о драконах. Какая ирония, не так ли? Что бы ни случилось, старые враги любую беду валят друг на друга. Но все равно, нам нужно найти Эсберна раньше, чем они до него доберутся. Если кто-то и знает, как остановить драконов, то это Эсберн. Они знают, где он. Они, похоже, думают, что он прячется в Рифтоне. В Рифтоне, да? Тогда, наверное, в крысиной норе. Я бы сама там спряталась. Отправляйся в Рифтон. Найди Бринюльфа. У него есть связи. По крайней мере, мы хоть что-то уже знаем. Да. И когда найдешь Эсберна, если думаешь, что у меня паранойя, скажем так, его доверие будет добиться непросто. Спроси его, где он был 30-го дня начала морозов. Он поймет. О, е-е-ей, квэ закончился. Почему так важно, что я принадлежу к драконорожниным? А-а-а. Но мы забыли, почему так просто сказано где-то в жопе. Окей. Ну, зато я не сбрасывал сложность. На седьмом левеле прошел этот квест. А эти все нубасы ходят там, проходят всякие гильдии. Потом говорят, мол, а чё, а чё, а чё, вообще капец. Всякие нубасы. Хэ, пш, изи. Вот даже не почувствовал. Вообще. Е-е-е-ей, искрытность. Соси мои булки, понятно, со своей искрытностью. Не знаю, в разрушение вкладывать. Вдвое меньше магии. У меня только пламя. О, не но... Оставлю-ка я лучше это прокачаю. Точнее. А почему я перегружен не могу бегать, хотя только что мог? А-а-а. Окей. Это ещё лёгкая броня. Надо бы всё это разломать. Я не бага-юзер, как мне тут говорят, а... Использую дебильную механику игры в ответ на дебильную механику другую от разработчиков. Механика стелса называется. Хм. Так, а где тут не алхимическая эта херня? Я буду медленно идти вниз. Нет, я не дойду вниз. Хер с ним. Чё-нибудь выброшу. Нахера я вообще её с собой ношу? Я хотел что-то раскопать, потом забил. Так, камень-душ. Снять зачарование. Так. Это я ношу, это я ношу. Жил-добыл. Окей, забираем. Враг на рыжий героним, он сныл, как-то раз он вайтран ненадолго прибыл. Он куражился, выжился, вряд цел мечом, похваляясь, что враг ему всяк ни по чём. Так, куда мне? Враг на рыжий, как лютик, по нему, коза, услышал матье. Итак, после долгих раздумий я решил, что мне нужно сходить и выполнить эту задачу. Давайте крысу загнанным в угол выполним, а потом задумаемся о том, чтобы сходить в гильдию магов. Когда-то и меня била дорога приключений, а потом мне прострелили колен. У них слишком много прострельных колен. Так, посмотрите, а куда я иду? Зачем мне идти, если я могу использовать fast travel? Так. Потом гильдию магов пройду и, может, пойду в второстепенный квест поуполняю. Охереть. Так, я могу в Рифтен доехать? Наверное, могу. В Рифтен! Я, кстати, посмотрел сравнение High Definition Texture Pack и обычных высоких текстур. Не очень, если честно, много различий. Вот, перчатки могли бы вот эти получше сделать, но они поменяли только эльфийские перчатки. В плане текстурок. Этот меч такой снизу, ааа, ааа, у меня длиннее, ааа, ааа, ааа. Рифтен, конюшни. Так. Вон здесь, мне сюда. А что мне там нужно сделать-то? Талморцы в таком же неведении насчет возвращения драконов, как и мы. Мне удалось узнать, что они ищут клинка по имени Эсберн. Дельфина говорит, что он знаток древних преданий о драконах. Нужно найти его раньше там, Талморцев. Сейчас хоть тамплиерцев. Вот что со мной Эсэсис Кридио... Ээээ. Шо? Можешь мне подождать? Ну, наверное, я ХЗ. Ладно, пойду обойду, посмотрю, может где-нибудь можно зайти. Сбоку, сзади. Вперде. Может быть, не с этого края зайти можно, с другого. Вот здесь. А, привет, да. Хочешь войти в рифт? Плати гостевой налог. Ты охерел? За что взимается плата? Проба войти в город. А тебе какое дело? Да, это ж вымогательство. Ладно. Только шум не подниму. О, я убедил. Хочешь, чтоб сел? Удебил. Пропущу, дай только ворота. Нормально. Пошли в рифт. Лидия такая, ты чё, ты чё, ты чё? Понял. Не, ну там дверь была, я такой думаю, ну блин, зайду-ка я в дверь, а вдруг в двери что-то есть. А тут оказывается ничего. Будьте осторожны, ёл. Гильдию воров поддерживает Мавен, чёрный вереск. Она только щёлкнет пальцами, и вы окажетесь в тюрьме. Или где похуже. Именно из-за них я и здесь. Я не могу просто закрыть на них глаза, Эйли. Я знаю. Я просто не хочу остаться без вас. Вы лучшее, что случалось с этим городом за долгое время. Ты не зрифна? Я путешествовала по всему Тамриэлю в поисках приключений с юных лет. Когда ещё и меч то могла держать с трудом. А зачем я это спрашиваю у неё? Много лет назад я потеряла время Ой, очень интересно, просто капец. О, подожди, подожди, что ли? Пора перестать гоняться за богатством. Нужно что-то? Ну-ка, гильдия воров, расскажи мне. Нелепо называть соратниками людей, готовых продать Нелепо называть это гильдии. Золотую монету. Это отребье. Даже тёмное братство придерживается строгих правил и традиций. А местное варьё просто ничтожество. А ты что думаешь? Я об этом не задумываюсь. Очень печально. Слишком многие врифты не разделяют твои взгляды. И посмотри, к чему это нас привело. Вдвоём с Эйрином нам будет трудно вытащить из грязи этот город. Пока он не захочет помочь себе сам. Нечто, что чего-то ждёт. Счастливого пути. До свидания. Никогда не видел мил такое, как всё. Я тебя не знаю. Ты врифта не нарываешься на неприятности? Отец-то что? Не говори такого, о чём потом пожалеешь. Если начнёшь разнюхивать что? Про чёрный вереск? Обязательно разнюхуй всё про чёрный вереск. Они выскочат. Не любят. Ты не ходи на то идейское кладбище и не закапывай своего сына. Или не выкапывай. Или чё-то было. Скажи мне о семье чёрный вереск. Да чёрный вереск заправляет всем врифтане. Окей. Я только что сказал мне не разнюхивать, тут же отвечает мне про себе чёрный вереск. Лодик! Я Кувалда. Приглядываю за порядком на улицах. Если захочешь узнать чью-нибудь грязную подноготную, обращайся. Но готовь монету. Об этом что не знаешь? Показать необычный камень. Просто так это к тебе попасть не могло. Значит, краденое. Похоже, здесь у нас тебе самое место. Так что тебя интересует? Скажи мне, сколько стоит этот камень? Что за камень? Похож на торгаша? Это тебе Квекс в гильдию ворон. Окей. Если с ними подружишься, тогда сможешь её отыскать. Заглянуть под каждый камень. Спасибо. Что за семья чёрный вереск? А, что-нибудь слышно о тёмном братстве? Блин. Скажи мне, семья чёрный вереск. Я должна чёрный вереск. Она тут всем заправляет. У неё подсюду друзья и в верхах тоже. Сечёшь? А ещё у неё связи с тёмным братством и гильдии воров. Так что её никто тронуть не смеет. Запомни главное. Если она тебе что-то поручит, разбейся в лепёшку, но выполнив точности. Моя семья не скажет разбиться не в лепёшку. Допустим, я не знаю, в комочек. Мне тоже тоже разбиться в лепёшку, чтобы разбиться в комочек. Что я слышу на тёмном братстве? У меня только один слух дошёл. Какой-то пацан по имени Авентус Эритина в Винхельме пытается связаться с тёмным братством. Он прежде жил в Рифтоне в приюте на другом конце города, но вроде как сбежал. Я его понимаю. Те что-то известный гильдиваров? Смеёшься? Мой брат могильщик работает у них в убежище. Раньше я тоже там крутился, но потом ушёл работать к мамин, когда там совсем жарко стало. Если хочешь в дело, отыщи Бринерфа на рынке. Думаю, он найдёт для тебя работёнку. Окей. Караваны? Кто-то грабит караваны? Отлично. Потому что я съезжаю по твоей голове медленно протекая яйца перед твоей лицом. Может, я могу помочь? У нас с тобой никаких дел нет, так что проваливай. Слышь! 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 Я тебя сейчас засуну в харю. Понятно что-нибудь? Пошла вон отсюда. Так, спокойно, 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 спокойно. Что тебе нужно? Ты работаешь на конюшне? А, вот что у тебя за проблема? кому должен крупную сумму денег, и мне кажется, что меня обманули. Не знаю, что и делать. Расскажи мне все. Ну, сначала ничего не было. Я помогу тебе рассчитаться. Ты работаешь на конюшне? Хопгер приютил меня лошадь тогда даст? Награда. Лошади это вся моя жизнь. В Хаммерфелле мы разводили коней у себя на ферме. Надеюсь, рано или поздно у меня будут свои конюшни. Но боюсь, это будет не так скоро. Окей. Будь осторожнее сапфир. Она водится с темными людишками. Темные людишки! Ну! Так, что у нас здесь? Медовик. Это край города, это край города, да? О, можно осмотреть бочку. Ребят, картошка. В духе ведьмака. Забираемся. Ой. Ты же аварии? Понятно. Я по-другому прочитал. Еееей! Просто шорткат открыт Bloodborne стайл. Black Black Born. Это, короче говоря, вот идея Black Born. Сделайте игру в духе Minecraft. Ну, ладно, я открою. Что, какая разница? Скилл повысится. что ты гоняешь за мной а чё она шляется за мной не хочу с ней дом эйрина дом боли эйрин и боли и было они бы серьезно объединяться если то у них будут то у них будут дети некоторых вызвать и было давайте софи сначала найдем потом пойдем по заданию вы мне дали мне уже дали задать гильдии воров охереть не всегда дрожать когда стримеры великим лет сплеер и не выключает микрофон вот так вот прошу прощения что ну конечно деньги у тебя есть да только нечестным трудом они заработали почему здесь нет вопросов ты кто я вообще в любой рпг хочу играть таким образом ты подходишь человек спрашиваешь ты кто знаете вот реально жизнь тоже подходишь человек ты кто на остановке был а ну ладно я пошел ты весна кто ты ты можешь то знать дело в том чтобы оценить же как она ходит во что одевается это чертые признаки у меня и ракет на голове и у меня нет глаз я бью электрическом как ты думаешь у меня есть деньги или я старый монах который я дедите не касается это не твое дело богатство моего дела хочешь попробовать что-то задумал у меня есть одно дельце для которого пригодилась бы вторая пара рук а в моем деле за такие руки хорошо платит что мне нужно делать все очень просто я отвлеку внимание а ты украдешь серебряное кольцо модези из сундучка под его прилавка когда добудешь его нужно будет незаметно его положить в карман браншею зачем нужно подбрать кольцо браншею кто хочет чтобы он отошел от дел на все это все что тебе нужно знать я потом зимней везде с 8 утра до 8 вечера найди меня там если кишка хераси у него времяпрепровождение чем вам не угодил браншей намекнуть браншею чтобы не совался не в свои дела но мы же не темное братство так что убивать его не будем просто засадим в тюрьму на пару-тройку дней как мне это дело провернуть я тебя еще и за ручку отвести скрыть отмычками сундучок потом когда добудешь кольцо незаметно засунила в карман бранше я думаю это гильдия уже нравится я буду на рынке завтра сушал вон отсюда шел какие сейчас изнасилую понятно отошел отсюда все просто уйди чем уезжала господин если захотите отведать напитков только скажите скажите добро поговорим о деле отдал гешадра попробует как-нибудь выкрутиться тут все очень просто я ему денег одолжила он обещал вернуть а сейчас говорит что на мели совет от ветерана пришел в чате лучше сначала гильдию магов а потом уже воров учитывая что-то говорит варварыч нужно сделать все наоборот мы с тобой оба знаем что это была подстава принципе я тогда неплохо заработала к чему терять время запугиваю класса передай шадру что он мне ничего не должен и и зевин где шадр это как сидр только шадр сидр сидр кто не знает откуда это просто взял и вышел отсюда вот это вот цитата вот это вот с вот точно таким же произношением и кто ее сказал просто вот взяли и просто и ушли отсюда пусть будет два человека которые знают на канале они 80 тысяч которых который который где один ты блочка катится отчет ты катишься хорошо же не катишься и подпрыгиваешь катишься и подпрыгиваешь это ладно шутка анекдот про колобка все знают на ты больше ничего не должен сапфир восьмерых я столько не выдержу не знаю что и сказать я и не думал что кому-то в рифте не есть тела до меня вот возьми думал пригодится если сапфир придет по мою душу на теперь мне это точно не понадобится зелье краткой невидимости вовремя ты мне его дал падла знаете как был вопрос проходить тот квест если у меня были зелья невидимости просто чпокнул пошел чпокнул и пошел чпокнул и пошел ну смысле чпокнул зелье и пошел миг двоечный видимость на 20 секунд я бы весь квест прошел за 40 секунд и но но а это типа основной кв что ладно давайте билин и сбренью лифом поговорим так если нужно поговорить но мне говорят что встретиться на при свете не а так подождите может быть он просто не встретил это было активация другого поезд на выразился я была на рынке завтра с а у вас здесь есть таверна пойду таверну найду опять ты шалау это бегать да что ж такое давайте полностью обойдем городов а вот еще интересно найдется ни хера это мне не нужно skyrim почему говорю skyrim потому что sky а не skyrim а не рим sky смысл так все понятно на городок не такой большой каким казался вот колодец это нормально то что здесь супер серый палитр сейчас мне сейчас там 300 комментариев уже на ю тубе по поводу того что поставь уже и nb мод и nb отсюда что понятно мулять это стражник ёпыры сады вы увидите его дефигасе он слился с местность это благородный сиротский сейчас мы сделаем его неблагородным смотрел я тут в общем джеймиса бонда в оригинале там говорит персонаж а хисе хисе инкс а вы джин перевели на русский язык он думает что я девушка до слова вообще никто не знаю никто вас не хочет я не хочу я не священник католический нет я нашел кузнецу с геем кузнецом значит я с ним посмотрите на меня констанция это писать зачем что делаешь да нет ничего так от меня не уважаешь ой ой я за не это это типичная женщина в общем ой отстань я занята я занята пойду втыкать пойду втыкать седу грелот всегда такая я же могу усыновить здесь я же могу жену найти построить дом усыновить сына все дела этого стопудово не хватает фоллаут именно поэтому все говорят что fallout 4 говно а я-я-я-я-я надо построить дом ребят или совсем нечем заняться в личной жизни я тогда не тоже нечем заняться личной жизни это личной жизни нет крепость мисс твоим порядке да типа да наверное что здесь ничего нету я был сейчас я поживлюсь чем-нибудь а че такое по любому это вход куда-нибудь ладно я вроде здесь все отбегал таверну так и не нашел так это че у нас такое храм мары нужно что-то абсолютно не это интересует чуть вас можно стащить но даже стас я даже на я вам подожи положу наверное что у вас как-то совсем ничего нет не знаю вот на бери продаж я я когда шока деньги скидывать нельзя они по-любому едят детей где-нибудь здесь и и насилуют зверей зал мертвых ну вот как я и говорил принципе ты еще кто почему почему женщина и мужик монахи живут пожалуйста лидия пожалуйста издеваешься парень забил он просто телепортировался о спасибо нужно что-то теперь него в меня блочит оооо выбрался говорят что мара это богиня любви первое что я увидел здесь это труп после того как я это увидел так ладно в обожженном молоте есть отличные клинки если ищешь новое ажи так ну наверно вот это таверна я как-то пойду посплю здесь спать не имеет смысла здесь все казуально восстанавливается хп все дела недавно в городе да небось рыбалкой интересуешься и если есть монеты в кошельке тебе тут всегда если нет ступай прочь ступай прочь я ищу старика который прячется где-то в рифтоне никого такого не знаю но если кто захочет спрятаться в рифтоне искать нужно в крысиной норе там есть что-то вроде кабака буйная фляга буйная фляга как все от ревья рифтона собирается пить и резать друг дружку можешь там поспрашивать если тебя не прикончат в норе вау я поговорил с бенельфом о чем говорят в городе о где можно узнать что-нибудь маяния у меня в видах полиции да да или обратись к волшебнику ярла может он тебе поможет о чем говорят в городе где воров из кожи вон лезет чтобы вернуть себе власть в городе ходят слухи что они на последнем издыхании мммм понятно ладно я отлично поговорил с бенельфом два раза с ним поговорил так апресины норе где это а это ниже нет все нормально все нормально это рано 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 заорал вот это и это